Добрый день! Пока образование еще до конца не убито, но хочу на ваш суд представить цифры кое-какие. А вы напишите. Большинство и самая большая фракция это отличие. И если люди меняют понятие, это жульничество или нет, и смотрите, как партия жуликов и воров подтверждает, собственно, по мимооценочному суждению, этот тезис. Вот первый созыв в Госдуме был 1993-1995. Фракция КПРФ занимала 45 мест. Это все с интернета. Всего 450 мест в Государственной Думе. Дальше второй созыв 1996-1999. Фракция КПРФ занимает 149 мест. Из 450 это примерно 30%. Я думаю, все прекрасно понимают. Дальше 2000-2003. КПРФ занимает 95 мест. Это, соответственно, опять не большинство. 2003-2007. 52 места. 2007-2011. 57 мест. 2011-2016. 92 места. И 2016 по настоящее время 42 места. Так вот, на основе мне скажите, где тут коммунистическая партия была в большинстве? И второй вопрос. Когда же это у нас Государственная Дума была коммунистическая? Это когда вам рассказывают о том, что там в какие-то 90-е годы законы она могла принимать. Ни разу в Государственной Думе не была фракция такая, чтобы она могла единолично. А именно вот то, что она ни разу не была, не имела возможности единолично принимать законы, вот как сейчас Единая Россия, да, то это в принципе косвенно говорит о том, что все остальные фракции, которые есть в Государственной Думе, они всегда боролись с Коммунистической партией Российской Федерации. И если я в чем-то не прав, ну поправьте меня, но атакует мое оценочное суждение. Дальше смотрите видео, ну и пишите в комментариях. И доводите до всех, потому что сейчас, я так понимаю, что это новый политтехнологический шаг, про то, что в 90-е годы якобы коммунистическая партия что-то могла решать на уровне Государственной Думы. Так вот, нет, она ни разу не имела, получается, больше, чем 149 голосов из 450. Вот и все. Вот в этом и заключается жульничество той партии, которая приняла пенсионную реформу, которая провела оптимизацию под руководством, которым проголосовали на пеньках по поправкам в Конституции и многое, и многое, и многое. И меня очень в том видео умилило, что они, говорят, берут ответственность. Ну так, где персональная ответственность за оптимизацию и за все остальное? Где? Где персональная ответственность? Они сейчас даже по коррупции какой интересный закон приняли. У них персональная ответственность исключительно, смотрите, в законах. Ну, кому интересно, короче, найти несложно. В социальных сетях, когда нас масса людей поддержала, однако же здесь коллеги некоторые начинают искать черную кошку в темной комнате, а там ее нет. Или постоянно взяв, и извиняюсь за выражение, забросав грязью законопроект, представляемый депутатами партии Единая Россия, потом взять его и легко поддержать. Но это проще всего. Это не конструктивная критика. И я бы хотел сказать в адрес тех, кто вольно интерпретирует законопроект, в том числе разработчиком которого являюсь и я, и Юлия Михайловна, и многие другие депутаты, здесь не нужно его, еще раз говорю, вольно интерпретировать и выдавать за то, чего нет на самом деле. Да, сегодня стоит задача по закрытию этого вопроса. Задачу поставил Вячеслав Викторович Володин. И я хочу сказать, прежде всего, представителям коммунистической партии, о том, что да, наша партия в состоянии решить этот вопрос, потому что не боится брать ответственность и делает все для того, чтобы решать вопросы стране. Делает это уже 20 лет. В отличие от вашей, которая не делает ничего. Именно нашей партии досталось такое наследство, которое, начиная там с позднего СССР и заканчивая безвременем 90-х, когда у нас в Государственной Думе компартия имела большинство, наделали дело. Поэтому не нужно в состоянии реализовывать, и не нужно, я извиняюсь за выражение, еще раз скажу, забрасывать грязью законопроекты, которые на самом деле нужны людям. Занимайтесь лучше делом. Спасибо. К сожалению, ничего не меняется. Я также слышу гнев и ор со стороны товарищей левых, да, и почему это вдруг они так раздражены, да, они никак не могут потерпеть то, что закрывается проблема, которая действительно тяжелая, и действительно с помощью Вячеслава Викторовича Володина мы закрываем просто, но всегда по этой категории, да. Вспомним, что было. Был коммунистик, была коммунистическая Государственная Дума, которая принимала законы, которые в принципе нельзя было выполнить, и в результате в стране возникла такая нестабильная ситуация, когда по 3-4 месяца не получали пенсии и зарплаты, а не лучше ли подумать, может быть действительно ГПРФ начать решать какие-то существенные проблемы. Вот то, что я слышу, это все время какой-то полуфабрикант, да, который не просчитан.